Про Блик мы вам уже все рассказали. Нет. У Блика будет много вопросов. Зачем? А кому? А почему? Ну вот у наблюдателя не будет вообще вопросов, в чем его фишка. Тренируйтесь грамотно, друзья. Сегодня для этого у вас есть еще больше средств. До пребой с вами сила. Пока. Красив, потому что в строю, силен в бою. И снова здравствуйте. У нас с нами еще один Иванов Иван Иванович. На сей раз это представитель уже, это не секретный Иванов Иванович, но все равно Иванов Иванович, представитель компании Альфа Мобильный Полигон. Про Блик мы вам уже все рассказали. И сейчас мы вам расскажем про еще один комплекс, очень интересный. На мой взгляд, вот это вообще самый... У Блика будет много вопросов. Зачем? А кому? А почему? Ну вот у наблюдателя не будет вообще вопросов, в чем его фишка. Итак, перед нами камера, правильно я понимаю? Которая соединяется посредством чего? С планшетом? Радиоканал. 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 Установим базовый модуль на огневом рубеже. Для стрелок. Вот, это будет, смотрите. Вон мишень, в которую мы стреляем. Вон она, вон она мишень. Вон она мишень, в которую мы стреляем. Вот она камера, которая смотрит на мишень. Да. Есть. Вот этот блок мы устанавливаем... На исходном рубеже. Реально стрелком. Поедем на 300 метров, друзья. На 300. На 300. Просто данное импровизированное место, которое мы оборудовали в полигоне, больше 300 не обеспечивает нам. Поэтому поедем на 300. Да. Все. По блютузу передается на планшет. Планшет идет в комплекте поставки. Да. Есть. Все верно. Все, дальше работает приложение. Мы можем обозначать пробоины. То есть, друзья, я стреляю и попал в мишень. Я сразу вижу, куда попал. Я, соответственно, стреляю еще раз, сразу видно, куда попал. Стреляю еще раз, сразу видно, куда попал. На какую дальность можем мы работать? До 1500 метров. То есть, мы можем работать... Сразу понятно, что для кого это представляет максимальный интерес. Конечно, для снайперов. То есть, они на дальности до полутора километров могут работать, внимание, по бумаге, по бумаге и видеть точки попадания. И не ходить на полтора километра туда-сюда, не ездить, а работать по ней. И самое главное, может одновременно работать несколько человек по бумаге. То есть, первый выстрел делаю я. Сделали точку один зеленым цветом. Я уже записал. Вот группа записана. Ага. Эту группу сделал я. Да, Иванов. Это я, это вы, то есть, Иванов. Да, да, да. А теперь я. Все, отлично. А теперь я. Работает второй стрелок. Нумерация пошла, цвет сменился. Понятно, да? Стреляют похуже. Все. И таким образом мы, соответственно, видим... Записываем, да. Да. Петров отстреляет. Да, Петров. Окей. И мы видим, группа Петрова, группа Иванова. Третий начал работать. Цвет сменился, нумерация сменилась. Понятно. То есть, в чем, смотрите, смысл? Смысл в том, что если у нас, если у нас, мы будем, например, стрелять с автомата, короткими чередями, много людей, то информативность будет теряться. Если мы будем работать одиночными, либо будем работать там с высокоточных комплексов, то, соответственно, вот эта информативность, там, ну не знаю, до 30 раз туда можно смело попадать. И вот эти точки будут легко детектироваться и давать нам сразу обратную связь об эффективности нашего в огне. То есть, мы с утра приехали, установили, и до обеда стреляем, и до обеда никуда, туда-сюда, 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 туда-сюда не ходим. А на какую хватает это, ну, аккумуляторы, питание? 12 часов. 12 часов. То есть, стрелковый день мы можем вполне, соответственно, поработать без проблем. По температуре, плюс-минус, там, 10. А до 20 до плюс 50. До минус 20 работает, да? До минус 20 работает, да? Друзья, ну, опять же, объяснили, как это работает. Сейчас непосредственно пойдем, вернее, поедем. И подальше отъедем, и попробуем стрельнуть. И посмотреть, попадаем, не попадаем. Окей? Окей, поехали. Друзья, вечерело смеркалось. Поэтому очки пришлось снять, вот, чтобы сверхмеры не выпендриваться. Но снайперам дозволено стрелять без очеч, потому что мы далеко, оттуда точно до нас ничего не прилетит. Так вот, что мы сейчас будем делать? На 250 метров мы отъехали, не на 300, на 250. Обманывать вас не будем, хотя могли бы сказать, что и на 300, но мы до конца будем с вами честны. Вот там, вот там, вот там, мишень, вот там она, короче, где-то. А вот перед нами, соответственно, планшет, вот перед нами планшет, на который видно мишень, в которую я сейчас буду стрелять. А вот он, отставить, блок, который нам обеспечивает коммутацию. А вот он, друзья, блок, который нам обеспечивает связь между камерой. Камера передает изображение сюда, а этот блок связывается уже непосредственно с планшетом и передает изображение на планшет. Все правильно я сказал? Все правильно. Ну, теперь попробуем со всем этим взлететь. Вторая, правильно? То есть получается, вот зеленое стоит укрытие, справа от зеленого укрытия, мишень. Ну ладно. Запоздание примерно около секунды, но поражение есть. Смотрим дальше, идем. Вы можете скорректироваться. Да, я понял, сейчас попробую взять повыше. Ждем. Опа, вот взял повыше и, соответственно, внес поправку, есть поражение. Разлет, мы можем регулировать размер.